Что касается работы в целом города, функционирования, то все наши муниципалитеты работают. Несмотря на то, что люди действительно выехали, не исключение и сотрудники, мы считаем, что выехало порядка 200 тысяч людей из Одессы, выехало за время проведения войны в Одессе. Это в основном дети и женщины, в основном. Сегодня мы говорим о том, что город работает, обеспечивает работу всей инфраструктуры города, подачу войн и воды, тепла мы уже отключили, света и так далее. Обеспечиваем сегодня, как городской транспорт работает, мы понимаем, что сегодня экономика Украины нанесена колоссальный ущерб, не на получение бюджета страны и города, не исключение, мы не получаем колоссальные деньги, потому что люди не работают, экономика стоит. Поэтому мы хотя бы на каком-то таком уровне, не глобальном, экономическом, но помогаем сегодня устанавливать работу малого и среднего бизнеса, который у нас является основой экономики Украины. Люди выходят на работу, мы пытаемся научиться жить уже в состоянии войны, и в этих сложных условиях люди с риском для жизни, мы понимаем, что нам необходимо наполнять бюджет, нам необходимо позволить городу работать и людям жить. Сложная ситуация. Что касается медикаментов, продовольствий, продуктов питания. Поскольку угроза существует, война незаконченная продолжается, существуют угрозы, мы не знаем, как будет развиваться событие, надеемся мы, конечно, и уверены в нашу победу, но, тем не менее, хочешь мира, готовься к войне. Поэтому мы формируем стратегический запас продовольствия из расчета минимума на два месяца имени и медикаментов. Сформированный логистический хаб-центр у нас городской, создан городской штаб. В каждом районе города город большой, более миллиона жителей. Сформированы свои коммунитарные штабы. И, мало того, сегодня в Одессе порядка уже более пяти тысяч беженцев, которые нуждаются в нашей помощи и заботе. Существуют гуманитарные центры помощи беженцев, которые мы не получаем продукты питания, одежду. Это все работает в городе, в каждом районе. Есть такие центры, и мы оказываем помощь людям. Продолжение следует...